здравствуйте друзья сегодня мы с вами разбираем ряд ситуационных задач они помогут вам разобраться в причинах дисбиоза кишечника мы ознакомимся с клиническими примерами и препаратами для лечения дисбиоза а также самостоятельно на практическом занятии вы сможете провести отдельные этапы бактериологического обследования на дисбиоз кишечника ситуационная задача номер один нормальная микрофлора играет важную роль защите организма от патогенных микробов в то же время представители нормальной микрофлоры при определенных условиях вызывают воспалительные процессы назовите возможные причины дисбиоза кишечника ответ проникновение микроорганизмов в необычные для них места обитания в норме стерильная кровь брюшная полость легкие мочевыводящие пути второе снижение реактивности организма у лиц с иммунодефицитами представители нормальной микрофлоры могут вызвать тяжелое заболевание например генерализованный кандидоз у больных в терминальной стадии спида ситуационная задача номер два как известно дисбиоз не самостоятельное заболевание а состояние микробиоциноза оно может наблюдаться у больных самыми разными диагнозами назовите примеры дисбиозов ответ кандидозное поражение слизистой оболочки полости рта часто возникает у детей грудного возраста второе дисбактериоз кишечника при инфекционных заболеваниях это состояние при котором резко уменьшается количество облигатных анаэробов и увеличивается популяция факультативных анаэробов в результате в толстой кишке начинают преобладать гнилостные процессы увеличивается газообразование усиливается перистальтика кишечника наблюдается вздутие живота болезненность при пальпации жидкий стул третье дисбактериоз влагалище вагеноз равновесие влагалищной микрофлоры может быть нарушена под воздействием следующих факторов изменение гормонального фона инфекции передаваемая половым путем инфекционно-воспалительное заболевание органов малого таза лечение антибиотиками дисбактериоз кишечника при этом происходит замещение резидентной молочной кислой флоры гарднереллами и стафилокококками ситуационная задача номер три какие препараты используются для лечения дисбиоза кишечника ответ для лечения дисбиоза кишечника используют препараты нормальной микрофлоры то есть элбиотики они содержат живые бактерии резиденты бифидобактерии лактобактерии кишечную палочку и применяются парорально примеры бифидобактерии лактобактерии колибактерии бификол бифилакт ситуационная задача номер четыре для исследования дисбактериоза кишечника необходимо иметь строго определенное количество исследуемого материала как сделать навеску ответ для отбора необходимого количества исследуемого материала используют стерильный бюкс его предварительно взвешивают на весах затем в него помещают исследуемый материал и взвешивают повторно путем вычета веса пустого бюкса из веса бюкса с материалом определяют вес фекалий ситуационная задача номер пять для получения изолированных колоний на питательной среде необходимо развести фекалий от 1 в 10 до 1 в 10 в минус 11 степени как это сделать ответ для получения исходного разведения фекалий в бюкс вносят такое количество миллилитров физраствора чтобы получилось разведение 1 в 10 это первое разведение затем из бюкса один миллилитр первого разведения фекалий вносят во вторую пробирку с 10 миллилитрами физраствора получают разведение 1 к 100 второе разведение и так далее то есть готовят ряд последовательных десятикратных разведений в 9 11 пробирках до 10 в минус 4 и 10 в минус 11 степени ситуационная задача номер 6 известно колония это результат размножения одной материнской клетки подсчитав количество колоний мы можем определить количество микробов в единице веса исследуемого материала а как подсчитать количество колоний следовательно и микроорганизмов в исследуемом материале ответ количество колоний следует подсчитывать в той чашке петри в которой выросло учитываемое количество колоний от 20 300 пользуясь специальным электро счетчиком или камерой вольф югеля затем количество колоний необходимо умножить на степень разведения фекалий для того чтобы определить их содержание в единице исследуемого материала содержание микроорганизмов выражают в колонии образующих единицах в одном грамме фекалий коэ на грамм надеюсь ситуационные задачи окажутся вам полезны благодарю за внимание проявление в в